Ядерное оружие Самого ядерного оружия, как такового в чистом виде, его не существует вообще, потому что ядерные реакции с применением обогащенного вещества, они не идут в необходимой скорости, в необходимую мощь, которая желательно была бы для ядерной бомбы. И вот этот катализатор, который добавляют во взрывчатое вещество, он существует только в нашей стране и только в одном единственном экземпляре. Точнее я говорить не могу, но его в свое время передал нашему руководству клан Косыгина, за что он получил к себе неприкасаемость и стал таким великим политическим деятелем, великим в кавычках, и занял быстро, через каждые полгода шагая по ступенькам, занял такой высокий политический пост. Вот это вещество, я не знаю как оно называется, но оно существовало только в этом клане, передавалось от отца к сыну по наследству, и этот клан им завидовал многие века. Что это за вещество неизвестно, характеристики его уникальны, таких характеристик в мире не существует. Это так называемый однополюсник, у него один магнитный полюс и второго полюса нет. Такое вещество ученые знают, что оно может быть создано, но создать его на сегодняшний день, по моим сведениям, не удалось пока никому. Так вот, именно за счет этого вещества, по моим сведениям, происходит и сам так называемый ядерный взрыв. Этого вещества больше нет ни у кого. И еще раз повторюсь, когда в 90-е годы делали в СССР госпереворот и разваливали СССР, одной из целей захвата страны было как раз то, что захватить вот этот так называемый секретный камень. Его не удалось захватить, но европейцы, которые устраивали этот погром в СССР, они думают, что этот камень находится с северу от Москвы в институте, который занимается ядерными исследованиями. Там был своего рода такой коллайдер, ну у нас они называются циклотрон. Циклотрон, да. Там находился циклотрон, который европейцы разобрали и увезли к себе. И увеличив его детали до нужных размеров, чтобы получить большую мощность, они построили свой коллайдер. Ошибка была одна, самая главная. У нас циклотрон работал на параллельных пучках и добывал необходимую физическую информацию не раскалыванием и встречей пучков, а взаимным накачиванием встречных потоков. Они у себя сделали коллайдер. Они думали, что мы здесь занимаемся раскалыванием элементарных частиц, и за счет раскола элементарных частиц якобы добывается та самая ядерная атомная энергия. На самом деле это совершенно не так. И вот сегодня, когда европейский коллайдер превратился практически в труху, никому не нужную труху, когда все поняли, что они сделали себе конструктор лего, который не несет никакой реально физической нагрузки, мы прекрасно поняли, что да, европейцы, как говорится, не имеют интеллекта, необходимого для образования ядерного оружия. Расскажу поподробнее про этот камень, который является в ядерном оружии одним из самых главных элементов, точнее, самым главным элементом. Конечно, рассказ про него может быть изложен только в виде сказочного рассказа, потому что по-другому нельзя. Но те, кто понимает эту технологию, они и поймут, о чем я говорю. Система вот в чем. Этот камень, он оказался на Земле непонятным образом. Откуда он появился на Земле, неизвестно. Некоторые называют его метеоритным камнем и говорят о его метеоритном происхождении. Но поскольку мы знаем, что никакого космоса не существует, то, естественно, никаким метеоритом этот камень быть не может. Есть более точная версия, которая подтверждается достаточно серьезными источниками, и посвященные люди, люди, посвященные в эту проблему, они точно знают, что это за камень и где он находится сегодня, и как с ним общаться. Я точности приводить не буду, только скажу, как говорится, около этой проблемы, чтобы людям не принести никаких неудобств. Так вот, этот камень находится в Москве. Сила его заключена в том, что в нем находится буквально заточен бог Сварух. Это самый первый бог нашей реальности, который сделал нашу реальность той материальной реальностью, в которой мы сегодня существуем, то есть который создал буквально все эти вещества, то есть химические вещества, которые породили, в свою очередь, ту физику, в которой мы существуем. Поэтому этот бог Сварух, он фактически является тем самым физическим законом и химическим законом, который управляет химическими веществами. И поэтому он как раз и является той самой силой, внутренней силой, которая содержится в каждом химическом и физическом веществе. Этот Сварух, он был заточен потомками Кащея в камень. Камень заложен, закреплен, уложен, спрятан здесь, в Москве. Камень искать нельзя, потому что ошибка в долю миллиметра в его поисках отразится мгновенным сумасшествием. Человек теряет сразу разум, если камень понимает, что ищут его. И поэтому поиски эти делать нельзя. На моей памяти один товарищ мой знакомый, когда я впервые с ним познакомился, я просто не знал, что он ищет именно этот камень, он мне не говорил. Но когда он осуществлял эти поиски, в течение года он съехал и отлежал свое. Съехал с ума, имеется в виду, и отлежал свое в психиатрической больнице. Причем там не смогли установить природу его психического заболевания. Поэтому это очень опасные штуки. Я поспрашивал у тех, кто знает эту проблему, мне сказать, что даже нельзя приближаться к нему, хотя высокопоставленные товарищи, они и знают. То есть у камня существует защита? У камня существует не защита, а у него, во-первых, существует сознание до 100%, и существует какое-то воздействие этого сознания, как бы какое-то биополе. Оно в прямом смысле воздействует на человека, на разум человека. Негативно, если человек пытается его искать. Если человек не ищет... То есть только помощь, он сразу это улавливает? Нет, тут есть такая ситуация, как с ключом. Если камень понимает, что у человека есть ключ, и он знает, что он ищет, и знает, где он ищет точно, тогда камень ему открывается. То есть тогда никакого воздействия не происходит. Если камень понимает, что человек, как говорится, где-то что-то подслушал, идет на бум, пытается что-то найти, и чтобы потом применить в каком-то негативном плане, то тогда человек подвергается воздействию камня и съезжает с катушек. Причем я спрашивал у нескольких людей, мне подтвердили, что да, и знают, и присутствовали при его закладке. Закладка была во времена Лужкова. Лужков сам его закладывал. От тех людей, которые его закладывали, осталось два человека. Ситуация такая очень, ну как бы она очень сказочная, но в то же время она очень реальная, потому что тем людям, которые, по моим сведениям, могли бы знать об этом, если я только начинал задавать вопрос, в долю секунды у них уже был ответ, потому что они это знали. Они не пытались что-то придумать, порасспрашивать, попытаться там из меня выведать, а что за камень, зачем тебе это надо. Ответ был молниеносный. То есть камень сразу передавал как бы... Да нет, они просто были посвящены в эту тайну, назовем так ее. А сколько этих хранителей камня на планете? Нет, у него нет хранителей, есть только два человека, которые его последний раз закладывали, да, и все, и больше нет ничего. Остальные не знают? Остальные ничего, не знают. И самое интересное то, что этот камень, он является единственным в мире, потому что, еще раз повторю, потому что в нем буквально сказочно заключен бог Сварух, то есть какая-то сила, которая обладает, которая в себе концентрирует всю силу химических и физических веществ нашего мира. Это примерно вот, чтобы люди понимали, что это не сказка, вот в каком смысле. Когда мы берем обычную систему координат, то в ней есть точка 0, она одна на всю систему координат, и в ней как раз сходятся все эти оси. Вот этот камень, он примерно как точка схождения координат, он такой же как бы 0, которого не существует, и 0, который выведен изо все эти цифры, но он единственный, и он как раз самый могущественный во всей системе координат, потому что от него идут все отчеты и все построения. Вот весь смысл этого камня. Получается, что во времена Курчатова и более позднего Хрущева камни тоже где-то находились и воздействовали? Надо сделать членерную программу. Этот камень был род Косыгина, он идет свое родословное как раз от Кощея. Почему у него фамилии Косыгин и Кощей? Ну, в древности Кос нас называли Кощея. Вот Косыгин, это как раз его потомки. Это не то, что это потомки Казочного Кощея, а именно как бы, ну, воплощение, что ли, его какой-то. Косыгину передавалось по его роду этот камень полгие годы, с тех пор, когда Сваруга туда заточили. И Косыгин передал его молодой Советской Республике в начале 20-х годов, за что и получил себе положительное отношение со стороны того же Сталина. За передачу этого камня Косыгину отдали всю Россию от Урала и до Дальнего Востока. Он через корпорацию «Золотые поля» Лены, да, через эту корпорацию он выкачивал из России все золото, все драгоценные материалы, редкоземельные, любые все. Металлы я отправлял их в Англию полностью, 3% только осталось в России. Вот какая была плата СССР за обладание вот этим камнем. Получают, ну, так, Курчатов, а сейчас Росатом не пользуются? Пользуются. Каким-то образом они из этого камня добывают нужный рогмент, так скажем, добавляют его в необходимые изделия, и изделие получается той силой, которая является гадерной бомбой. Но это только у нас. Больше такого варианта нет. Его просто, самого этого бога Сварога, вторично создать невозможно, и второе ноль в системе химико-физических координат создать невозможно. Ни в какой стране. Все вот эти потуги ядерной программы США, Великобритании, Ирана, Израиля, Франции, Северной Кореи, это блеф? Конечно, блеф. Это примерно так, что есть в одной стране Дед Мороз, а все остальные его рисуют и делают мультфильмы. Вот у них мультфильмы, а у нас Дед Мороз, он реальный, может прийти в гости. А у них мультфильмы. Все ядерные программы остальных стран – это мультфильмы. Да, мы можем за ними наблюдать, мы можем посмотреть, какие красивые у них бомбочки получаются, как они здорово сбрасывают, и потом еще удается им сфотографировать, заснять. И еще даже вон там дамочка в виде платьице себе прикидывала на голое тело. Только это вообще прямо супер. Вот у них мультфильмы такие, а у нас это реально. Субтитры подогнал «Симон»!